Со мной на связи Олег Пензин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба. Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот алмазы, казалось бы, да, что там главное у России? Нефть, газ, почему-то про алмазы часто забывают. Знаете, я тут еще поерничаю немного, еще бы пушнину туда добавить, но уже и не так сильно торгуют, насколько я знаю, да. По алмазам, что будет означать ряд ограничений для России в первую очередь? Ну, смотрите, алмазы – это второй по объемам валютных поступлений товар, экспортируемый Российской Федерацией. После энергии? Да, после энергоносителей, да. Где-то приблизительно миллиард долларов в год за 22-й год россияне получили. Миллиард долларов. Алмазы – это очень специфический рынок. Центр добычи алмазов сосредоточен в Якутии. При этом нужно понимать, что крупнейшая российская компания, производящая добывающие алмазы – это Алроса. И она достаточно четко и жестко интегрирована в военно-промышленный комплекс, очень хорошо финансирует не только бюджет, но и непосредственные контакты с российским ВПК. Поэтому, естественно, объективно они должны были бы попасть под санкции. При этом нужно сказать, что как только начался активная фаза боевых действий, санкции на российские алмазы ввели американцы. И нужно понимать, что на сегодняшний момент российские алмазы в Соединенные Штаты Америки попасть не могут. Тем не менее, Европа пока, на сегодняшний момент, осталась вне этого процесса. У российских алмазов есть, в принципе, два пути движения за границу. Первый путь – речь идет о пути обработки и превращения алмазов в бриллианты. Это путь в Индию. Очень мощный объем продаж идет через Индию, где, собственно, Индия не является конечной точкой покупки алмазов. Индия – это место переработки, это место шлифовки алмазов, благодаря тому, что в Индии очень дешевая рабочая сила, а шлифовка алмазов – это исключительно ручной труд. А вот мировой центр по торговле алмазами, мировой центр по определению цены на те или иные партии алмазов – это Бельгия, это Антверпен. Это самая крупная мировая биржа, где формируются цены на бриллианты, на алмазы. При этом нужно понимать, что в инвойсе, который является основанием для определения происхождения алмазов, там указывается либо страна происхождения, либо страна отправки. Почему, собственно, достаточно большой объем алмазов идет через Индию. В Индии он превращается из русских алмазов в бриллианты индийские. И таким образом скрывается истинный производитель, истинный бенефициар этих процессов. Ну и, кроме всего прочего, представьте себе, миллиард долларов только по России – это объем торгов 70%, ну, посчитайте, порядка 70% российских алмазов проходит через Антверпен. Поэтому, естественно, не в 10-м пакете, хотя очень активно обсуждался вопрос 10-го пакета, очень активно муссировался слух о том, что будет введено ограничение по российским алмазам, российским бриллиантам для европейского рынка. Но, тем не менее, пока на сегодняшний момент компромисс по этому поводу не достигнут. И еще раз говорю, Бельгия является главным бенефициаром этого процесса. Да, just business, я понимаю, но в любом случае факт остается фактом. Есть еще, как бы, несколько путей, которые могут привести к наложению, скажем, санкций на российские алмазы, на российские бриллианты. Вот, это специальные группы по расследованию происхождения алмазов и определению по отношению к алмазам сомнительности происхождения. Ну, впервые подобные группы по решению ООН начали работать по поводу алмазов Южной Африки, по поводу алмазов южноафриканского отрога, собственно, тогда, когда добычей алмазов активно занялись повстанческие группы и на мировой рынок стали поступать так называемые кровавые алмазы, тогда впервые возникла необходимость создания подобной группы и по алмазам с сомнительным происхождением, ну, как бы, было наложено в какой-то степени серьезное ограничение по поводу свободной их торговли. На сегодняшний момент серьезно подняли вопрос о том, чтобы на одной из таких групп обсудить, скажем, получение российским алмазам подобного статуса, кровавых алмазов. Но, опять же, это динамический процесс. Насколько я знаю, процесс с бельгийцами проходит достаточно успешно и есть шанс того, что Бельгия согласится на санкционные ограничения. Наверное, это будет уже не 11-й, наверное, это будет уже 12-й пакет. В 11-м пакете пока, скорее всего, этого не будет. Но, как бы, не все так быстро делается. Как бы, процесс идет и есть глубокое понимание того, что алмазный бизнес на сегодняшний момент есть крайне прибыльным для Российской Федерации и его необходимо санкционировать. Ну вот смотрите, я тогда добавлю в продолжение всего вышесказанного вами, что вот то, что касается алмазов. Речь идет о промышленных минералах. По словам экспертов, Россия контролирует и эту часть рынка. И именно поэтому некоторые западные страны, ну, сформулирую так, вынуждены их покупать. Давайте сейчас послушаем еще одно мнение и как раз обсудим. Не нашли замены на данный момент. То есть это гораздо сложнее, чем с той же самой нефтью и газом. Алмазы – это довольно-таки большая часть российского бюджета. И хотя бы частично алмазы должны быть ограничены со стороны поставки России. Вот смотрите, алмазы должны быть ограничены, да, но на самом деле сейчас это сложная часть рынка, которую контролирует Россия. Мне это напоминает ситуацию на самом деле с ТВЭЛами, с российскими. Если говорить об энергетике, да, что, соответственно, многие АЭС зависят от Росатома, и, соответственно, их заменить достаточно сложно. Ну, невозможно взять так и по щелчку пальцев перейти на, там, в Эстинхаус, скажем, да. Поэтому та же история получается с алмазами. Но, в свою очередь, парламент Бельгии, тоже повторюсь, призвал запретить импорт российских алмазов в Евросоюз. В Евросоюз палата представителей Бельгии признала резолюцию, выступающую за запрет на импорт российских алмазов в ЕС. Мне только не очень понятно, почему нужно ждать, ну, знаете, в час по чайной ложке. Вот, например, там был девятый пакет санкций, да, я там прочитал, что, оказывается, на беспилотники вводят запрет. Думаю, класс, девятый пакет на беспилотники. В десятом теперь товары двойного назначения. Одиннадцатый, теперь обсуждаем мы алмазы, да. Почему так, ну, очень медленно, вот, просто структурировано вводят запрет? Немножко не так, немножко не так. Смотрите, в десятом пакете санкций просто ужесточили контроль за прохождение в Российскую Федерацию товаров двойного назначения. Дело в том, что запрет на поставку товаров двойного назначения в Российскую Федерацию был принят еще, по-моему, третьим или четвертым пакетом. Только проблема, собственно, возникла в том, что, ну, например, тот же Кыргызстан за 22-й год в 10,5 раз нарастил объем закупки компьютерной техники и микрочипов. Не, ну, я понимаю, что вдруг неожиданно Кыргызстан стал крупной IT-страной. В это, правда, слабо верится. Поэтому, собственно, какой вопрос поднял десятый пакет? Десятый пакет поднял вопрос ответственности производителя по поводу контроля за конечным потребителем его продукции. То есть ранними пакетами просто вводился запрет на поставку тех или иных, скажем, товаров двойного назначения, в частности компьютерной техники, до 300 долларов стоимостью. До 500. 300 – это уже десятый пакет был. Но в силу того, что существовали схеры и схемы, основными покупателями выступали страны, не подпадающие под санкционные ограничения. А уж что в дальнейшем происходило с этими товарами, конечный, ну, как бы, производитель, он никоим образом не контролировал. Так вот, десятый пакет, собственно, ввел жесткие требования к производителю контролировать конечного потребителя своей продукции, дабы таким образом не давать возможность Российской Федерации увеличивать объемы серого импорта. Кстати, я вам хочу сказать, что это очень здорово сказалось и на автомобильной технике. На сегодняшний момент новых автомобилей европейских популярных марок бюджетного сегмента в Российской Федерации осталось на всю Российскую Федерацию порядка. 350 штук всего лишь. Это при том, что каждый месяц 2002 года, 22 года, каждый месяц продавалось порядка 200 автомобилей. То есть вот этот контроль, вот это требование контроля поставки высокотехнологической продукции со стороны производителя достаточно, скажем, усилил контроль за возможностью серого импорта в Российскую Федерацию этой продукции. Так что, собственно, десятый пакет, он усилил контроль. А вот как бы, когда мы с вами говорим о алмазном бизнесе, то нужно понимать, что алмазный бизнес ни единый раз не подпадал под санкционные ограничения. Он на сегодняшний момент, ну как бы, вообще никаким образом не задействован в санкционной политике. А это в действительности является крайне серьезным вопросом. Причем, я еще раз повторяю, мы говорим с вами и о, скажем, ювелирном алмазе, и говорим о технологическом алмазе. И то, и другое на сегодняшний момент должно попасть под санкции. Собственно, вот бельгийцы уже пошли на ювелирный алмаз, то есть пошли достаточно серьезно в этом направлении. Это большой как бы шаг вперед. Еще раз повторяю, только по Российской Федерации объем торгов в Антверпене на миллиард долларов. Ну вот, считайте, все-таки, ну, серьезные объемы. Да, да, но я продолжу этой резолюцией, что через Антверпен, как вы уже говорили, проходит около 85% мировых необработанных алмазов, половина бриллиантов, 40% промышленных алмазов из всей Российской Федерации. Но при этом Россия, крупнейший в мире производитель, она получает около 4 миллиардов долларов дохода от экспорта необработанных алмазов каждый год. И в резолюции бельгийского парламента говорится, что запрет должен быть в первую очередь введен в отношении российской компании Алроса, которая... Алроса. Алроса, да, Алроса. Спасибо, да, за ударение, которая управляется близким соратником российского диктатора Владимира Путина и компанию обвиняют в использовании своих прибылей для финансирования войны в Украине. Вы знаете, мне это... Вот я просто... Смотрите, компания Алроса... Неожиданного не скажу, просто мне это напоминает одновременно вот все параллельно с Росатомом. Просто, ну, зеркалка, как по мне. Смотрите, как бы компания Алроса на сегодняшний момент руководит сын господина Иванова. Если помните, такой был министр оборудований, да. Сергей Иванов. Да, Сергей Иванов, да. Как бы исторически так сложилось, что в действительности Алроса достаточно здорово финансирует военно-промышленный комплекс. Когда мы говорим о Росатоме, там ситуация несколько иная. Ну, на сегодняшний момент, когда мы говорим о алмазном бизнесе, то европейцы заинтересованы в первую очередь как торговая площадка и как потребитель алмазной продукции. И в ювелирке, и в техническом алмазе. Когда мы говорим о Росатоме, тут ситуация значительно сложнее. Объясню почему. Во-первых, потому что на территории Европейского Союза сегодня находятся ядерные электростанции, которые являются собственностью Росатома. В частности, это электростанции в Венгрии. Это во-первых. Во-вторых, на ряде немецких электростанций, вы абсолютно правы, используются ядерные сборки, ядерное топливо, другими словами, производство ТВЛ. То есть это подразделение Росатома, которое производит ядерное топливо. И самое главное на сегодняшний момент, причина, почему Росатом пока не попал в санкционные ограничения, и с этим вопросом будет достаточно сложно решать. Дело в том, что крупнейший производитель электрической энергии во Франции, это государственная компания, которая объединяет несколько ядерных электростанций, имеет долгосрочный контракт с Росатомом на выгрузку с их ядерных электростанций отработанного ядерного топлива, которое впоследствии должно быть захоронено в Российской Федерации на могильниках ядерного топлива. На сегодняшний момент альтернативы для французов нет. Это нужно абсолютно четко понимать. Достаточно жесткая позиция зеленых европейских не дает возможности создавать подобные могильники на территории Евросоюза. Поэтому отправка ядерного топлива, отработанного в Российскую Федерацию для французов, на сегодняшний момент это единственный путь избавиться от отработанного ядерного топлива. При этом нужно понимать, что если немцы, например, в 2023 году закрыли все свои ядерные объекты, то французы закрывать не собираются. У них на сегодняшний момент это единственный, достаточно более-менее эффективный источник электрической энергии для потребления французских потребителей. Поэтому в этой ситуации вопрос достаточно сложный. Поэтому я не думаю, что мы в 11 пакете увидим Росатом. Даже вот с этой точки зрения. Знаете, почему я провожу параллели с Алросой? Потому что, например, по данным американского издания The Washington Post, Росатом еще и импортирует компоненты для российских, казалось бы, танков и авиаций, пользуясь тем, что против нее не введены никакие ограничения. И, соответственно, я очень сомневаюсь. Вот смотрите, нет альтернативы российским алмазам. Мы говорим, нет альтернативы по захоронению отработанного ядерного топлива. Альтернативам российским альтернатива есть. Да, альтернатива российским алмазам на сегодняшний момент – Южная Африка. Южная Африка. Да. А по могильникам? Южная Африка является достаточно крупным производителем. Да, будут крайне недовольные индейцы, потому что это серьезный удар по их карманам. Они вообще очень неплохо работают с россиянами и очень неплохо зарабатывают. И на премии по российской нефти, да, и на российских алмазах. При этом, еще раз, очень интересный момент и для индийцев, и для китайцев. Дело в том, что на сегодняшний момент весь алмазный бизнес переведен с доллара в те национальные валюты, которые являются, скажем так, потребителями российских алмазов. Ну, китайцы в основном потребили технического сектора, технических алмазов. А индейцы, вот, собственно, они проводят все расчеты в рупиях. И в этой ситуации, как бы, это выводит на сегодняшний момент сегмент, расчетный сегмент по российским алмазам из-под контроля Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. Потому что, ну, собственно, как бы, они ушли от долларовых расчетов. Но, тем не менее, там, как бы, вне зависимости от ряда стран-бенефицаров алмазного процесса, мировой рынок на сегодняшний момент, как бы, не сто процентов зависит от российских алмазов. Есть еще несколько более-менее крупных производителей алмазов в мире. И в этой ситуации, наверное, вопрос не стоял бы так остро. А вот по Росатому, да, там, к сожалению, есть серьезные моменты. Ну, и вы знаете, что Турция сейчас активно строит атомную электростанцию, по сути, которую строит Росатом, на российских реакторах с российским топливом. То есть, как бы, исторически вот сложилась ситуация, при которой вот действительности для европейского континента альтернатив, в частности, российским могильникам отработанного ядерного топлива пока нет. То есть, ну, по сути, проекты те, которые обсуждались, там, комплексного захоронения отработанного ядерного топлива, в частности, знаете, упоминается и Чернобыль же, насколько я помню. Какие? Нет? Чернобыль и тактарнаки вообще? Никаких и даже не предвидится? С Чернобылем там есть проблемы. Да. Во-вторых, ну, давайте будем откровенны. Февраль-март 1922 года показал огромную уязвимость зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции от каких бы то ни было агрессивных действий со стороны нашего северного соседа. И я не думаю, что МАГАТЭ одобрит идею использования Чернобыля для увеличения объемов захоронения. Мы же должны еще понимать, что ядерная энергетика достаточно четко контролируется в МАГАТЭ, и там сразу автоматически подсоединяются вопросы, связанные с нераспространением ядерного оружия. Там же сразу идет куча ограничений, связанных с безопасностью ядерных электростанций. Это все достаточно трудоемкие и очень дорогие процессы. Я хочу напомнить, что есть предварительные договоренности о постройке в Украине блочных ядерных реакторов 20 штук, где-то приблизительно мощностью 160 мегаватт. Каждая как альтернатива вот тому, скажем, той системе энергопроизводства, которая существует в Украине. Подписаны соответствующие договора с американской компанией, которая планирует до 29-го года построить в Украине 20 мини-ядерных электростанций. Там тоже есть очень много своих вопросов. Пока на сегодняшний момент ни одного экологически чистого реактора, который должен быть на этих ядерных электростанциях в мире, не существует. Она пока только сертифицируется. Но факт остается фактом. Весь мир сегодня активно ищет альтернативу угольной энергетике, тепловой энергетике. И пока, ну вот еще раз говорю, несмотря на то, что немцы закрыли свои ядерные полностью, они их планировали в 22-м закрыть, получилось в 23-м, в связи с сложностями прохода зимы 23-го года. Но у Германии есть достаточно серьезный задел по зеленой энергетике. Они уже достаточно давно работают в этом направлении. Тем не менее, пожалуйста, вот французы пока не собираются отказываться и далеко, чтобы не ходить. Смотрите, финны запустили самую крупную в Европе ядерную электростанцию. Вот она введена в эксплуатацию несколько недель тому назад. Ну, то есть, как бы, Европа будет заниматься ядерной энергетикой. Альтернативы на сегодняшний момент Европы нет. А если так, то, ну, опять же, будут существовать вопросы ядерного топлива и ядерных отходов. И да, Вестинхаус в этой ситуации активно работает на территории Европы, ищет контакты. Кстати, Украина перешла на ряд сборок Вестинхауса. Но, опять же, всегда остаются вопросы отработанного ядерного топлива и могильников. Олег Владимирович, да, не легче после нашего с вами разговора. Но я вам благодарен, как всегда, за экспертный анализ, за подробности в отношении всех санкций тех отраслей российской экономики, на которые должны быть наложены санкции уже, не знаю, позавчера. Олег Пензин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, только что был на связи со студией.